Кофе, кофе, кофе. И прикиньте, если вы такой человечек и кофе. Такой человечек и кофе. Всем чау-чау, меня зовут Кичигиндуард, мы этим ландшафтной архитектурой, всякие ландшафтные архитектурные скетчинги, все такие штуки. И сегодня будем рисовать вот таких вот человечков, ну чтобы все умели рисовать симпатичных людей. Для проектов, ну там ландшафтная архитектура, архитектура, очень полезно рисовать, уметь вот таких вот образных и очень простых человечков. Они не отвлекают внимания от проекта, создают понимание сумасштабности всей этой истории, ну которую вы развиваете, творите в вашем проекте. И создают такую милую импрессию, это очень симпатично и очень трогательно. И мне кажется, это прям такой, ну, обязательный элемент хорошего вкуса. И как стиль? Стиль, это классный стиль. В общем, что я использую для этого? Сначала проговорю, как обычно, про инструменты. У меня в руках параллель пен, это такая классная штука, нечто среднее между пером и перьевой ручкой. И она очень хороша тем, что может, как вы видите, давать одновременно и очень тонкую линию, и очень широкую. Она не так вариативна, как перо. Безусловно, ничто не может сравниться с пером по кайфу и качеству линий и пятен, которые может давать перо и тушь, или перо и чернила. Но это хороший компромисс, когда вы должны, например, рисовать там в самолете, в поезде, или, ну, вам нет возможности растопыривать всю эту историю с чем? С черниницей, да, с черниницей и пером. Но когда немножко ограничены в средствах вашего выражения, параллель пен вообще прям огонь. Мне нравится его постоянно, как вы видите по видосам, в последнее время использую. И это я рисую в своем скетчбуке, который консен, он такой формата большого, А3, а когда его разворачиваешь, получается прям вообще А2. Так что я постоянно его использую в своей практике архитектора ландшафтного и просто архитектора. Да, это весело и классно. Что по самому изображению? Это очень, 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 очень упрощенная структура того, что представляет из себя фигура. Ну, посмотрите, один из основных моментов, из чего я обычно начинаю рисовать, начинаю рисовать вот такие фигурки, это голова. Голова это, в общем, один из двух основных элементов. Один голова, другой туловище, все, больше ничего нет. На туловище еще плюс такие детали маленькие, их всего может быть там четыре штуки, две руки, две ноги и все, больше ничего. Ну, иногда вы можете туда привесить галстук. В чем заключается кайф изображения? В том, что вы упрощаете все до невозможности. Человечка до руки, ноги, голова и тень. Собственная, которая на человечке, вот посмотрите, на них на всех. Есть теневая область и она достаточно грубо приведена. То есть там, ну, я совсем не запариваюсь с этим делом. Она достаточно грубо приведена. Да, и есть две области. Одна освещенная, другая затемненная. Все, больше ничего, больше никаких деталей. И тень накладываю последовательно, ну или параллельно, на голову и на туловище. И все, этого достаточно. Теперь, после того, как тень наложена, я прорабатываю, ну, как прорабатываю, условно рисую. Падающая тень, вот как вы видите. Вот ту же самую проекцию человечка. Я немножко наклоняю и рисую его на плоскости. Все падающие тени, они параллельны друг к другу. То есть, если вы выбрали какое-то направление, то, соответственно, все падающие тени, они будут идти в том направлении. Ну и, собственно, тени, они тоже будут идти там с определенной стороны. Зависит от того, с какой стороны у вас солнце. И, соответственно, противоположная сторона эта тень. Ну, это очевидно, но я не знаю, почему-то я это проговорил. Для того, чтобы придать больше материальности тому, где стоят мои человечки, я делаю чуть-чуть тычкование. Когда я рисую человечка и положил все тени, и все хорошо у него, я делаю немножко вот этих вот точек, которые рядом. И стараюсь их по возможности сконцентрировать вокруг моих фигурок. И создается впечатление, что они стоят на какой-то материальной плоскости. Вот и все. Все это элементарно. Все это очень просто, дико доступно. И поэтому вы тоже там пробуйте, если вам понравился этот стиль. Берите листик-бумажку, там перо или какую-нибудь такую штуку, как у меня. И пробуйте, практикуйте. Это все как спорт. Подход, подход, подход. Все получится. Это на себе проверено, и это отлично работает. Я делаю такие упражнения за чашкой кофе. И мне кажется, для того, чтобы вести скетчинг в свою практику, можно просто делать скетч тогда, когда вы пьете кофе. И таким образом нормально, спокойно натренироваться. И ввести его в свою постоянную жизнь, если она вам нужна. Такая практика в вашей жизни. Но если вы архитектор или ландшафтный архитектор, то очень странно, если вы живете без такой практики. Потому что, ну так, все это история такого осмысления объемно-пространственной композиции. И оно должно быть, как мне кажется, постоянно. Как, например, спортсмен тренирует какие-то базовые штуки. Если он не тренирует их, он, наверное, странный. И скоро провалится. Так, мне кажется, и архитектор, и ландшафтный архитектор должны постоянно гонять вот эту историю объемно-пространственной композиции. Это должно быть как хобби. У меня как хобби, и я радуюсь не на радость. Ну вот, немножко добавлю еще вот этой вот материальности. пространству, вернее, плоскости, на которой стоят вот эти вот мои человечки. Мне кажется, в целом у них все плюс-минус хорошо. И, наверное, мне такого достаточно. Или, так, я сейчас что-нибудь еще придумаю. Нет, они уже хороши и прекрасны. Да. Я думаю, этот набросок можно дополнить хорошей чашкой кофе. И это вся такая история симпатичная и веселая. Меня зовут Кичагиндуард. Всем чао-чао. А там подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите в плейлистах новые видосы.